Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас понедельник, и мы с Александром Красновым снова в эфире разбираем новость недели, события, ну и, конечно же, все, что вы будете спрашивать. Заведомо понимаем, что все основные вопросы у вас, естественно, будут идти сплошняком по... Так, выключаем звук, извиняюсь. По Алексею Навальному не буду сейчас все зачитывать и перечитывать, это миллион раз уже сделали на всех оппозиционных и неоппозиционных сайтах, на всех телеграм-каналах. В общем, суть такая, что в тюрьме скончался Алексей Навальный, вот, эта информация быстро, как лавина, распространилась не только по нашим пабликам и новостям, но и по всем мировым, собственно, лентам. Все ведущие газеты мира вышли, все ведущие более-менее что-то значащее политики мира, ну, кроме там товарища Си, может быть, еще там кого-то прокомментировали, прокомментировали, причем многие прокомментировали не дипломатично, тот же Байден, президент США, он как бы язык дипломатии откинул, довольно жесткое было такое выступление. Ну, опять же, выступили и выступили. На этот повод высказали все, и кто-то даже вышел на улицы, уже там говорят, что десятки, а кто-то пишет, даже уже несколько сотен были задержаны. Ну, опять у нас вот эти ковидные ограничения, что нельзя. Я уверен, что если бы там толпы бы повалили в честь, там, не знаю, переизбрания Владимира Владимировича Путина, то, наверное, бы никого не задерживали, а тут не туда повалили. Ну, что мы про это событие можем сказать? Что бы там ни было, какое бы расследование ни случилось, в принципе, все равно в этом будет обвинен Кремль, небезосновательно. Человека сгноили в карцерах, более там 20 раз он водолялся в карцер, загнали за полярный круг, вот, обвинили его. Я, кстати, посмотрел, у него статей там, как у дураков-антиков. И кроме Киров-Леса, с чего все начиналось, собственно, понятная статья, все остальные статьи из этого нового нашего антиэкстремистского законодательства, которые, собственно, вот при Владимире Путине и были все созданы и приняты. Там и реабилитация нацизма, по-моему, экстремистское сообщество. Навальный, кстати, там в списке экстремистов-террористов надо, вот я сейчас добавляю. То есть, и все вот, и так далее. Ну, что по этому отдельно высказываться? Подождите официальную версию, подождите неофициальные версии, они там тоже уже появились. И, собственно, понятно, что в этом все равно будут люди обвинять сегодняшнюю власть. Это, собственно, тут понятно. И они, я считаю, совершают, ну, это их, конечно, стратегия, но с моей точки зрения, грубые политические ошибки в этом плане. Фактически тот разговор, который мы ведем здесь, он не относится к нашим союзникам, нашим друзьям, которые смотрят эту передачу регулярно. Нам нечем их убеждать и нечем им рассказывать. Они знают приблизительно столько же, сколько мы. Мы можем какие-то рассказать подробности нашего общения с Алексеем, потому что мы знакомы были и ты, и я, так сказать, длительное время, и были у нас приключения самые разные. Но я хотел бы обратиться сегодня не столько к этим людям, сколько к тем людям, которые находятся на середине полосе. Да, именно на середине. Потому что те люди, которые там с другой стороны топят, тоже к ним мы не обращаемся. Это бесполезно. У них своя позиция есть, и, собственно, что нам тут их пытаться переделывать. Пусть каждый остается при своем мнении. Меня немножко, правда, поразили вот эти вот энные наши деятели, которые, обвешившись иконами, там, всеми праздниками православными. На анкету заходишь, так это помолиться хочется. И пишут такие ядовитые, как бы, статьи. Такое ощущение, что, ну, либо трусы оденьте, либо кори снимите. Вот, как-то вот, как в анекдоте в том получается. Ну, понятно, кто по работе, кого выгнали, кому надо было написать, у них выхода не было. А есть же те, ну, явно, кто никому не нужен, но там тоже отметились какими-то этими проклятиями гневными и так далее. Ну, как-то не по-христиански просто. Ну, это выглядит просто по-дурацки. Да, как бы кто к кому не относился. Например, в топ Яндекса и почитать, что пишут, но это же... Не будем, все, ладно. Не будем. Ну, в общем, дорогие друзья, вы когда пишете, ну, с пометкой, что все, что по часам произошло, все версии, сколько там ехать от больницы, откуда они ехали, почему не отдают тело, оно там из Салихарда и, может быть, даже уже в Москву или еще куда-то, это, ну, ведь вопрос писать не надо. Не понятно, что все в сети бесконечно обсуждаются, так же, как и мотивы, все там бесконечные, что невыгодно там уже все пишут, и что выгодно кто-то пишет, или там это из-за обмена, который якобы должен был состояться. Но это нам нет смысла все с вами обсуждать, потому что, во-первых, это все конспирология, которая будет плодиться, ну, или наше убеждение какое-то, что это так. А во-вторых, ну, вы это и так все в информационном поле видите, потому что все, кто нас смотрит, я думаю, они люди здравые, помимо первого канала, ведь они смотрят еще там телеграм-каналы, смотрят какие-то еще источники информации, и поэтому они уже по этому делу, думаю, прочитали, ну, все, кто нас вот смотрит, действительно, по-настоящему прочитали кучу информации. Я думаю, даже если во второй части передачи люди спросят что-то, их интересуют какие-то конкретные вещи, мы с удовольствием ответим, потому что мы много знаем, поэтому в случае чего спрашивайте, но главное, главное, о чем я говорю, вот обращаясь к той группе людей, которые находятся посередине, необходимо им самим ответить на тот вопрос. Шесть лет впереди, и сейчас выбор. Ситуация, которая произошла, возмутительная со смертью. Да, так, давайте вот отвлекаясь даже, абстрагируясь от темы, да, кто и как и что, мы понимаем, что любой заключенный, который находится, тем более, если его считают политическим, да, за него ответственны те люди, которые его, собственно, туда посадили. И понятно, что если он... Даже, даже, я не эту техническую сторону. Помнишь, помнишь это дело магнитского громкое, да, когда там тоже причины у него, там, сердечную поиск? Я не про техническую сторону, она как раз в этом плане понятна и прозрачна. Вот, я себе представился коллектив Верховного Суда. Это 170 человек лучших юристов страны, самых опытных, самых, вроде как, мудрых, получающих офигенную зарплату, льготы, привилегии, живущие в хороших коттеджах. А сколько надо добавить, прошедшее все сито отбора с самого низу? Тем не менее, вот это 170 выдающихся юристов, так по большому счету, достаточно толково. Они вот сейчас рассматривают иск надежденно, да, к качеству подписей. И эти же люди, в общем-то, все понимают, что произошло. Ты имеешь в виду ошибки по марке, фамилиях? Нет, что произошло в другом месте. Вот эти же люди, они же, они юристы профессиональные. А кто их мнение спрашивает по этому вопросу? Я еще раз говорю, эти же 170 человек знают, гораздо, кстати, больше, чем мы, они профессионалы внутри своей сферы. И они же рассматривают и определяют фактически судьбу страны на 6 лет, вот так или иначе. Попробовать кого-то допустить в конкурентной борьбе или не попробовать? Нет, они определяют, будут они жить сыто и счастливо, либо займут место тех же политзаключенных. Вот что они определяют. А понимание того, что как-то это все, что это много 6 лет? Да и 6, и 10, и 19, а в некоторых зонах и месяц это очень много. Вот, это я сейчас немножко иронии добавляю, но... Я как раз обращаюсь к подобного рода людям, они же профессионалы, они знают много. Давай немножко тогда поясним. Ты обращаешься с точки зрения, чтобы они честно верховедству закона следовали, как профессионалы, и все было по закону? Не до такой степени. А то ты прям их так к ним обращаешься, как будто просишь приступить в законах. Нет, 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 я цинично предлагаю им просто подумать. Больше и больше... Не упасти, Господи, чтобы они что-то там приняли правильное решение. Такое вообще сложно ожидать. А что на моих мысли? У нас на кухне вся страна думает о чем-то. Вот это является, на мой взгляд, существенным. А, значит, та пена, которая происходит вокруг этого события, мы ее знаем, и сейчас мы наверняка из вопросов мы дадим ответы на вопросы. Я сразу скажу, я там забанил особо ретивых, сразу людей, даже тех, которых знал. Ну, почему? Потому что, ну, вообще, когда я вижу людей, которые радуются смертям кого-либо, да, особенно, как бы, ну, людей таких явно им ничего плохого не сделавших, да, то я это сразу проецирую и на всех остальных людей, да, что эти люди будут радоваться смерти там кого угодно. И, ну, мне просто с ними не по пути, поэтому я их удалил и забанил не даже из-за какой-то там идеологической там расхождения, да, а именно потому, что мне просто это, ну, не близко, я считаю, что это, ну, для людей нормальных и вменяемых, это немножко. Там даже, когда, ну, есть два вида, когда там люди заказ отрабатывают, когда я вижу там четыре однотипных коммента, там, три, пять, одних и тех же с одним смыслом на моих... Каждый одиннадцать рублей семь с копеек. На разных площадках, ну, естественно, это уже сразу. И когда я вижу, когда люди сами по себе, как бы, говорит, вводим в иконках, все обвешивались, а душонки-то серые, серые и такие убогенькие, вот, мелочные. Вот здесь даже вот в отношении там даже людей, которые, ну, мне желали что-то плохого, там, планировали в отношении менять какие-то преступления, да, я и то как-то, ну, относился к ним, ну, с до... Я понимаю, что все люди, они со своими вот этими червячками, да. Но когда человек погибал в тюрьме, это я вот, небезызвестный один человек, тоже, как бы, повторяю, вот, тоже судьба у него была печальная в тюрьме. Ну, его либо довели до самоубийства, либо убили, там, много версий, но официальная у нас, как всегда, что все, наверное, все, он сам покончил с собой. Но, тем не менее, у меня не пришло даже в голову мне злорадствовать как-то по этому поводу, и, ну, что, ну, все, там уже Господь разберется, кто там был, где прав, кто виноват. Поэтому вот это все я чернуху удалил. И буду удалять дальше. Поэтому, если кто-то там язвительно хочет на этот счет пописать, то на моих страницах увижу и напишите немного. Я не знаю, насколько дошло до наших зрителей, которые могут перепостить, кстати, обязательно перепостить надо этот эфир, который у нас сегодня, потому что он важный. Не потому, что он сегодня, а надо понимать, что если бы мы вот так высокий такой замах сделали, и мы говорим о судьбе страны на будущее, ну, в общем, нам нужно мнение других людей. Вот вы поймите, не заканчивается это все вот нашими посиделками. Да нет, нет, все только начинается, как и заканчивается. Опять же, тут сейчас активные профилактические мероприятия, идут там различные службы, ходят и пытаются предостережение кому-то вручают, вот у меня знакомым, с кем-то беседы проводят. Я вот сразу говорю, со мной беседу проводить не надо. То есть, мое мнение я высказываю вот здесь, в эфирах. И если вы ждете, что кто-то там соберется сейчас тут где-то в центре Москвы и пойдет куда-то там протестовать, нет, не бойтесь, никто никуда, ну, точнее, здесь мы понимаем, что это все закончится и как закончится, но не путем, что кто-то там будет бегать сегодня по митингам. И вопрос уже не в нас, вопрос в них. Да, вопрос-то вот именно не в нас, а в системе. То есть, мы-то, нас можно вообще не учитывать так же, как никто не учитывал диссидентов накануне крушения Советского Союза. Всем понятно, что Советский Союз рухнул не потому, что 200 диссидентов ему помешали жить, да, а из-за своей неэффективности и неспособности, политической неэффективности и неспособности, считать экономической зачастую. И тому причин было много, они были все внутри Советского Союза и, конечно же, никакие там диссиденты ничего не развалили. Все перемены это были коррумпированные сверху донизу элиты всех республиканских парткомов, обкомов, горкомов и так далее и до самого верха. Потому что вся элита, собственно, и совершала тогда фактически слом советской системы. А если какая-то система воспитывает сплошь людей, которые желают ее смены, ну, надо задавать вопросы, а в чем был изначально сбой системы. Потому что это не эксцесс-исполнитель одного, двух, пяти, десяти человек. Так же самое и сегодня, что вопрос не в Навальном, я всегда на всех эфирах говорил, не в Демушкине, не в Удальцове. Не перечислите кого угодно в списке, вовсе не поэтому в стране сегодня наступают большие системные проблемы. Не мы там, мы никак не влияли на повышение пенсионного возраста, на падение уровня жизни, на те вопросы, которые сегодня встают, на отношения с миром. Это вот оппозиция к этому вообще никаким боком не причастна, и сколько бы ее ни гнобили, ваша жизнь не станет ничуть не лучше от этого. И ей, собственно, и не хуже. Ну, если вас лично в эту не записали оппозицию или в несогласные. Так, ну, куда пойдет страна? Будут свои кладбища и мигранты, да. Если вы думаете, что она пойдет по бурному пути развития и процветания, то вряд ли. Могу объявить неприлично большую сумму за причастных к событиям с Навальным. Да и тут и без вас уже объявят, поверьте мне. Все суммы и все версии, и все фамилии, и все, кто в этот день куда сходил, что сделал, все будет расписано. Поверьте мне, этого будет везде полно. Вот. Так, насчет эфира со Световым. А что, Светов, кстати, мне в этот день написал, предложил, и потом что-то пропал. Вот, на эфир, поэтому, не знаю, что с эфиром. У нас там иностранный агент, и у него там, он уже несколько раз так делал, он предлагал эфир, а потом куда-то пропадал. Вот, ну, там, у него, видно, сейчас там своих хватает проблем. Так. Все нам желают всего хорошего, вечера в хату. Когда ты познакомился с Алексеем? В каком году? В 2005, наверное. Я не знаю точно, вот какой он был. Может, раньше, может. И чуть раньше, где-то 2003. Я не знаю, честно говоря. Ведь Алексей Навальный, ну, экстремист и террорист, он же сегодня, как бы, всем, ну, известен. А власти его сейчас чуть ли не в ранг небожителя такого уже. Они сами героев создают, таких героев сопротивления, равных там всем великим. И, кстати, он им станет по итогу. А, ну, в то время, знаешь, Алексея Навального или нет, это была тема абсолютно никому не важная, не интересная. Потому что Алексей Навальный был блогером, и он искал тогда со мной дружбу, а не я с ним. Поэтому в то время это был один момент, и никто не запоминал, когда мы познакомились. Я помню, что технические вопросы были. Он всегда был прилично одет, культурно себя в основном вел. Не всегда культурно он себя вел. Ну, я говорю в основном. Подожди, но я помню, приходили вот трое длинных, так сказать, политиков. И тогда была организация молодых политиков. Это был Шапошников, нынешний представитель Мосгордумы, Рогозин, он тогда был худее существенно, чем сейчас, и Навальный. Вот они были обеспокоены получением офиса на Красной Пресне, и несколько раз они посещали. Я запомнил, ну, вот они как-то, ну, прилично себя вели. Не, ну, он по-разному себя вел. Он мог резко и поругаться, и так далее. Ну, я говорю, я не... После моего освобождения Алексей стал уже там, ну, политиком таким вот очень весомым и известным. Ну, а я, соответственно... Это после московских выборов? Свой ресурс, мое освобождение в 19-м году я освободился. А, значит, уже это московские выборы прошли. Да, и я, собственно, после выхода у меня разгромили, запретили организацию, запретили партию, пересажали все основных, как бы, моих людей, они либо уехали, либо их пересажали, они на тот момент. И, собственно, ну, Алексею националисты, наверное, уже были для контактов не нужны. И мне, собственно, тоже, как бы, что мне туда лезть, к нему было. А все, что до этого была история, она была уже иная, как бы, вот, потому что сначала он искал с нами контактов, потом его стали поднимать уже на болотке, как представителя оппозиции от всей. И он был для всех таким компромиссом, то есть тогда... Был серьезный скачок в популярности, когда он выступал в живом журнале, да, по-моему? Да нет, нет, нет. Ну, что такое популярность? Я не понимаю. Ну, большое количество просмотров, он стал чуть ли не лидером. Ну, это, да нет, это не то. Большое количество просмотров было просвернено, а что толку? Он не смог даже 50 человек собрать митинг по итогу. Вот, это все просмотры, это путают лидера, путают структуру с просмотрами, это абсолютно разные вещи. И на эту ошибку все попадаются. Ну, он относился к этому серьезно и считал, что это способ продвижения политического. Я подписан на 150 каналов. Это не значит, что я в армии, там, всех этих людей. Причем каналы как и провластные, так и оппозиционные, так и вообще фиг пойми какие. И каждый может записать меня тоже, там, в свою армию. И таких людей, как я, их 90%. А за что его выгнали из яблока? Слушай, да, зачем нам сейчас разбирать его биографию? Зачем его выгнали из яблока? Вот я тебе расскажу технологию, как вот он вышел на болотку. То есть, на болотке были три политических силы, которые за кулисами друг друга, мягко говоря, не очень себя долюбливали. Ну, не любили, да? Это левые, это либералы, это националисты. Вот. Основная масса людей, которые вышли на болот, ну и надо понимать, что это были обычные горожане. Да, и там вот из всей этой толпы 100-200 тысяч, 90% с лишним даже, наверное, это были просто горожане, которые не имели политического подтекста как такового. Но, тем не менее, персональная известность у Навального в тот момент уже присутствовала. Нет, конечно, присутствовала, как блогер, и он был уже заметной фигурой, да. И три политических силы, все лидеры, которые на тот момент собрались, они все имели ангажированную историю, да, они представляли какую-то силу. Что было не очень удобно для ведения переговоров, чтобы какого-то представителя выдвигать. Ну, как бы левые не хотели, чтобы был там либерал какой-то представителем, естественно, не хотели националиста, националисты тоже, ну и так далее. То есть, все друг друга были свои какие-то претензии. Тем более, там к Немцову были претензии по его нахождению в Ельцинском правительстве, там к этим были, к тем. Везде что-то вот такое получалось. И тут вот была предложена кандидатура Алексея Навального, и он был таким вот компромиссом для всех политических сил. То есть, он был блогер, как бы, с одной стороны, он был рукопожат для либералов, потому что... Но не был политически окрашен. Ну, либералы его считали, ну, все равно, как бы, вот рукопожатым, чтобы там не было. Хоть его и выгнали за национализм из яблока, что-то он и допускал для них очень жесткие высказывания. Кстати, недавно опять этот вой подняли, что вот, как бы мы к нему не относились. Но последние годы он стал там олицетворением, дескать, вот там сопротивления, свободы. Но вот я такой думаю, а что там у него косяки-то какие до этого-то были. А вот, оказывается, у него косяки-то были, что он там на русский марш ходил, там против нелегальной миграции выступал. Я говорю, а, вот оно, что оказывается. Они там пишут свою отдельную историю. Они почему-то путают. Они считают, что если основные спикеры у нас от оппозиции либералы, то они почему-то считают, что вся история оппозиции – это целиком какая-то либеральная такой кружок. А все остальное либо недостойно внимания, либо работало на власть. Они же четко вот как очерчивают. Организационно-болотную делал Баранов. Толя вообще, который левый. Организационно-болотный не делал никакой Баранов. Организационно-болотную, я знаю, от и до, и никаких Барановых там близко не было. Если ему кто-то поручил там донести что-то и где-то… Ну, ваш профиль. Ну, я тебе знаю, я тоже входил в это заседание во все. Я знал, как деньги эти собираются по копейкам. Никакой Госдеп почему-то денег не давал. Мы по 50 тысяч скидывались. У Дальцова не было денег. И из-за этого был большой спор, что за него Немцов его 50 тысяч доложил. И был там вселенский хайп по этому поводу. А тут сейчас потом мне начинают рассказывать, как там Госдеп выделял миллионы на это. Вот кто-то их, видимо, не донес куда-то. Я вот эту всю ситуацию просто от начала до конца знал. И мне так, я еще гляжу, нифига себе. И надо понимать, что это потом там анатомия протестов, там США, Госдеп, там… Печеньки. Ну, потом они это все разнесли. А когда это первоначально делалось, идея была абсолютно нормальной. То есть собраться как бы людям и высказать там свою, согласно демократическому устоям Российской Федерации, на законных основаниях, мирно, без оружия, собраться и высказать. То есть никакие законы никто не нарушал. Но были внутренние противоречия. Были противоречия о том, кто там, как там, понимаешь, там хотели какие-то силы там определенной окраски пойти, да, там, со всякими флажками там радужными. Хотели это. Естественно, там были на этот счет большая полемика и много споров. Я помню эти споры. Мы все там с Немцовым и со всеми разрешали. Я лично все эти переговоры, мы вдвоем это обсуждали. Там, как будем строиться, вот это вот с правой стороны, что будут там националисты, с левой стороны будут левые, там, в середине будут эти колонны общегражданских активистов, чтобы, не дай бог, там кто-то не столкнулся. То есть мы все это расписывали. И Навальный был компромиссом, потому что он был рукопожат у либералов. То есть он их, ну, хоть и с оговорками, но устраивал больше, чем левый в любом случае, больше, чем националист. Для националистов, естественно, он тоже был, ну, как бы компромисс, потому что он был на русском марше, он был в повестке какой-то, он был на контакте с нами. То есть мы не были друзьями, которые там дружили, там, вместе там ходили, пили чай, дружили семьями. Чисто технически он достаточно хорошо говорит. Да, технически все вопросы обсуждали, он жил вон от меня через речку, когда надо, он там подъезжал, мы там в кружке обсуждали все вопросы. Вот, и какие-то, ну, вещи, которые нужны были. На тот момент националисты были самой крупной силой на улице, надо понимать. И он был компромисс для левых, потому что он не был ни в правительстве Ельцина, ни в разграблении страны, нигде замечен не был. Да. И он для них тоже был, как бы, ну, лучше его, чем националиста, или чем там какого-то там Немцова, или там какого-то там этого, Касьянова, яркого либерала. И понятно, что в итоге в этом из всех политических сил, а все люди были ангажированы так или иначе, какой-то политической силой принадлежали, он был самый такой. И я помню, когда мы организованы там тысячи человек, пять-пять тысяч где-то мы вывели только одних националистов на эту болотку, мы шли отдельным шествием, пришли, мы это все делали. Я помню Алексея, которому на тот момент это было какая-то там несколько сотрудников, они пришли, принесли коробки с листовками, а у них не было людей, чтобы их раздать. И он подошел, говорит, слушай, там не дашь мне людей распространять, я говорю, а что там у тебя, ну, поскажи. Мы там посмотрели, ну, вроде там ничего такого страшного не было, ну, и раскидали все это. То есть, структура не было никогда, то есть, вот на тот момент, как бы, Алексей был просто вот таким вот. Я хочу отметить две положительных стороны все-таки. Во-первых, он... А потом он стал супер-дежеловесом. Даром речи он обладал. Он стал федеральным... Как оратор, как оратор, бесспорно. Конечно, конечно. Второе, трудолюбие у него было офигенное. Конечно. Он был в состоянии толпы, на литинге, сесть где-то в уголке и сочинять текст для того, чтобы его отослать тут же. Нет, конечно. И у него это получалось, он вот погружался в это. Это у многих получалось, да, но он, вне сомнений, там, был в этом плане человек талантливый. Я не скажу, что он самый талантливый, кого я видел, были люди, которые выступали там, ой-ой-ой, как зажигательно, а толку с них было, как от козла молока, да. Посмотри на Сухаревского выступления. Он так выступал театрально, что там люди в обморок падали. А толку-то с этого чего? Да, там было сложение очень многих факторов, очень многих этих. И вот Алексей, он пришел как бы вот не от политической какой-то силы, да, где создал организацию, которая там нарастила. Ее там не заклеймили ни левой, ни националистической, ни либеральной. А он как бы вот пришел как вот человек со стороны, получается. Ну, из яблока первоначально все-таки. Но потом как бы вот, и знаешь, главная его черта, которой сегодня многим не хватает. Он умел видеть и находить, все-таки считал возможным общий язык со всеми силами. И это очень важная черта, потому что большинство сегодняшних там ярких либералов, они заточены только на себя и на свою тусовку вокруг, еще и в ней умудряются бесконечно переругаться. Они не понимают, вот, что результат нужен какой-то. И чтобы, вот как вот мы на русском марше собирали все разрожденные силы. Причем я хотел бы отметить, это не была всеядность. Он по-прежнему отстаивал свою точку зрения. Но он договаривался с разными людьми. Он не вибрировал, не уходил в сторону. У него была своя точка зрения. Но при этом договариваться мог с кем угодно. И вот это, я считаю, большая проблема. Я еще давно заметил, у нас это в связи с тем, что организационные формы оппозиции все разрушены. Людей пересажали. Я напомню, что националисты были первые, кто попал под каток репрессий. И думать, что кого-то в тюрьмах не пытали и не запытывали и не мучили до этого момента. Но тоже как-то странно. Я все не слышу. Вон рассказывают, что вот там. Я сам же сидел в той же зоне, то есть до Навального, то есть ВК-2. В эту же зону, на моей же шконке, в моем же отряде находился. Я знаю, как там обращались с людьми. Что там происходило, какой ад там был. И этот ад был намного суровее, чем то время, когда попал туда Алексей. Все-таки Алексею было отдельное внимание. Там многое он, ну вот эти корцера, они, конечно, его просто вот долбили. Это то, что там нету медицинской помощи. Я сам знаю, я сам там с этим коленом распухшим был в полуумышленном состоянии, с температурой. Мне помощь медицинская никогда не оказывалась. Я это потом все, я это рассказывал и еще расскажу. Это понятно. Но надо понимать, что вот если мы посмотрим историю с точки зрения сегодняшних спикеров оппозиции, они сегодня там вот оппозицию говорят. И там вот русские марши, что-то связанное с националистами, это там одной строчкой. Если пробегает, это хорошо. А так этого нет. Они же, ну что националисты, они же ни на что не влияли. Но они же там на власть работали. Вот тот же Кац там вылез. И я такой думаю, слышь, когда он сидел... У нас люди садились в тюрьму, когда он садился в кресло депутата муниципального. Он сегодня сидит, мне там рассказывает, как мы там на режим работали. Или Невзоров, который пишет, когда у меня проходили обыски, что вот режим близко родственных к себе уничтожает. Это та рот открывает человек, который в 2012 году вообще в прибыльном штабе президента трудился. Когда мы 25 тысяч, я митинг оппозиции выводил на улицу. И он мне еще что-то там будет рассказывать. Ты разбираешься в этом вопросе. Вот в СИН сейчас подчинен Минюсту. Входит в структуру Минюста. А раньше то, что назывался ГУЛАГ или Система исполнения наказаний, он принадлежал в советское время уже к МВД. И я был знаком с руководителем, генерал-полковник был Куликов такой. Не тот, который потом министром стал. Ну а сейчас Гостев тоже, кстати, мы с ним сталкивались. Он из МВД по переговорам по русскому маршу не пересекался. Экономической целесообразности. Вот Куликов хвастался, что они были чуть ли не вторым министерством по экономике в стране. Да нет, бросит. Производили что-то. Или это не так? Да, весь ГУЛАГ неэффективен. Он был и тогда неэффективен, а сегодня вообще. Я скажу, что в основном это наоборот еще нагрузку унесло. В нашей зоне было два производства, но они были несущественные. Из 800 заключенных около сотни было трудоустроено всего. И я тебе уверяю, никакой экономической эффективности, кроме отдельного коррупционного заработка администрации, для государства точно там не было. Ну что такое зэки, что такое труд вот этот вот. Нет, это все неэффективно. Это единственное, в какой мере было удобно, что часть исков гасилась, потому что заработная плата, которую они там зарабатывали, она уходила на оплату исков. Поэтому существовало такое распоряжение, что трудоустраивать, а мест везде не хватает. Нет такого, что зэков обеспечивают работой. Это поощрение было, а не обязанность зэка работать. В нашей зоне, чтобы устроиться на работу, я не знаю, что надо было сделать там. Ну, оперу очень приятно надо было что-то. Профучетников это сразу нет. То есть, такие как я и Навальный, там и близко не подходили никаким работам. А даже если ты очень захотел, и у тебя нету никаких там взысканий, никаких профучетов и никаких там степеней, даже вот, а им туда попасть было очень тяжело. Ну, один из восьми работал, чтобы ты понимал. Ну, очевидно, разные условия. Я работал с конвоированными, это врачи. Не, ну, это совсем другая ситуация. Без конвойники, это, конечно, совсем другая. Это вольный люд фактически, который там ограничивается, просто у них часть зарплаты вычитает государство и все. Вот, поэтому приоритет первый был, это те, у кого иски были, чтобы они могли их там частично погасить. Там небольшие доходы были, но тем не менее формально какие-то деньги шли. И вот как бы Синуд в этом плане обеспечивал это. Но без энтузиазма, я тебе скажу, потому что заказов было немного. То, что они там делали низко квалифицированно, это труд руками, это было все... Ну, не исключено, что за тот промежуток времени с 90-го года по нынешней моменту, которым ты говоришь, это произошло. У нас стулья делали для кинотеатров, обтягивали, набивали. И у нас там какие-то такие... Пробовали пошивочные работы, но все это как-то не особо пошло, потому что все это было через одно место. Потому что в ладке они пытались даже вот эту робу зэковскую продавать, там она жуткая была. Поэтому думать, что там вот эти зэки, которые постоянно меняются, идут и там что-то сделают нормально. Но это... Заказов, короче, там я не видел, чтобы... То, о чем ты говоришь, как раз и действует о том, что эта система деградировала, она перестала генерировать. Низкокалифицированный труд, с кайломом, он везде сегодня неэффективен. Вот за счет, как вот многие мечтают, там всех с киркой послать лес валить или с лобзиком, к сожалению, они и леса не напилят. Проблем по их охране и содержанию будет и сдержек куда больше, чем пользы. Поэтому лучше купить хорошую технику, дорогую, и людей, которые это будут делать профессионально, нежели вот эту толпу там с топорами, которая больше геморроя достанет. То есть, свобода лучше, чем не свобода? Конечно. Ну, труд без свободы – это рабство. Поэтому понятно, что люди, которые мотивированы и имеют какой-то там... Ну, и надо повышать произведенность труда. Мы живем-то в каком веке? Уже нельзя недостаток на рынке труда сегодняшний компенсировать только завозом мигрантов бесконечным. Надо компенсировать технологиями. А с технологиями как раз у них и проблемы. Они попали в изоляцию как раз от той части мира, где эти технологии по большей части производились. Ну, есть Китай, есть еще что-то. Ну, возьмите оттуда хоть часть автоматизации какой-то. Замените бессмысленный труд. Не раздувайте бессмысленные службы до бесконечности. Я понимаю, что Москва может все деньги России освоить и закопать в асфальт. И для этого завезет еще миллиард мигрантов. Я тоже с Москвой очень недоволен. На красную пресню мало достается. Ладно, перешли мы немножечко с Алексея Навального. Признан экстремистом и террористом. А сейчас уже, по-моему, это не... Не, ну, все указывают все равно. Я не знаю, поэтому на всякий случай указываем. Вот, да. Кстати, надо, да, в описании сейчас укажем на всякий случай. А то прилетит нам с тобой какой-нибудь штраф огромный за что-то, что мы там что-то не указываем. Вот, да. Ну, то есть, вот такая технология. И когда вот Алексей уже стал, ну, великим деятелем, когда, ну, вот все эти события начали происходить, за него там мировые лидеры стали выступать, он появился на таблоидах на всех. Ну, это уже был совсем другой Алексей, не тот, с которым мы могли так по-небратски посидеть, что-то обсудить, да. Но он, кстати, к либералам относился, ну, сейчас уже можно говорить, да, потому что уже события случились. Не очень-то хорошо у всей этой братьи. С сомнением. Я тебе открыто скажу, что вот я абсолютно чист здесь и могу честно произнести, сейчас Алексей мне говорил, что вы намного более адекватные люди, и с вами мне договориться намного легче, чем с этими. Потому что у него с этими были большие, то есть вот вечно на каких-то этапах там проблемы и споры. С нами мы четко очерчивали, что мы хотим, он четко очерчивал, что он хочет, и он шел на компромиссы, и как бы мы, и мы шли на компромиссы. Там вся эта, мы договорились с ним, что, ну, по организации, что я выступлю. Вот был пример у нас на болотке, и там определенные люди, фамилии которых я могу назвать, ну, не буду зачем, они вот прям встали там все на дыбы, говорят, нет, только не Демушкин там, кого угодно там, там, ну, там была истерика, мне потом люди рассказывали, как там чуть не захлебнулись в соплях несколько там видных людей, которые сейчас там из себя оппозицию корчат, что вот нельзя там, Демушкин надо кого-то заменить. И Алексей не смог договориться никак, и обратился ко мне, слушай, говорю, а я сразу понял, в чем проблема, потому что мне об этом скандале рассказали люди, которые были там. И он мне обращается, говорит, слушай, есть тут сложность, я говорю, какая, ну, мне не выступать? Он такой, ну, вот они там, да, что-то хотят, я говорю, ну, и хер с ним, давай, я не буду выступать, давай сейчас найдем замену. И он такой стоит, и говорит, ты что, и все, ты согласишься? Я говорю, конечно. А что, говорит, такого-то? Ты из-за этой ерунды, что ли? Давай, говорю, найдем мы человека, и он выступит. Ну, Белов выступит у нас, еще там есть человек, Крылов там, мало ли кто выступит. Ну, тогда от организации. Он этому придавал несколько больших значений. И он удивился, у них же это сакрально было, как же я вот свое там, вот из них там, мы свое лицо. Дин, ты... На трибуну, у них кроме этого лица ничего не было на трибуне. Ты привык... А мне было накрывать. Ты привык работать на, так сказать, на земле и с теми конкретными людьми, и с теми колоннами. Конечно. И ты получал от этого удовлетворение, и авторитет зарабатывал. Тебе это было понятно. А у них это, если ты не на этикетке собрания, А дальше ничего, кроме этикетки, нету за ними. Вот надо... Ну, сейчас вот и у меня ничего нет, у меня все отняли, как я был лидером улицы, у меня это все забрали. Но мне и сейчас там вот что-то где-то вот нужно для дела, и мне люди говорят, ну, только вот нельзя, чтобы ты лично был, или нельзя, чтобы... Ну, мы тебя не можем упомянуть. Я говорю, да ради бога. Я говорю, это же... Важное существо, да? Ну, здесь же это же дело тут важнее. То есть мы со своей стороны надо любить идею в себе, а не себя в идее. И у многих с этим в оппозиции были проблемы. У них было много спикеров, таких вот ярких и этих, а за ними, по факту, был только отрицательный рейтинг. Когда они на трибуну вылазили, люди свистели многие. То есть они успели, ну, на всех стульях попытались усидеть. Мы же помним, на Болотную, там от Собчак до Кудрина и кто только не подъезжал. С твоей точки зрения как? И настаивали, чтобы ОМОН еще оцепление выставили, чтобы, ну дай бог, там люди, блин, это... Как ситуация может измениться в связи с событиями этими, ФБК, вот твой прогноз? Да не буду я делать ФБК, запрещенная экстремистская организация, не забудь у Патриета говорить. Да никак это не изменится. Появился такой вот яркий теперь вот Немцов, который был человеком тяжелым и скандальным, хотя с ним тоже можно было все дела решать. И вот появился вот сейчас Навальный, который будет вот возведен в ранг, там просто вот величины политической. Это бесспорно, этот процесс уже пошел. Да, и плюс к этому еще и обрели вес там люди, которые выходят из его тени сегодня и выступят. Это не запрещенный ФБК, как раз там экстремистский этот. Это, ну, его жена, которая может четко формулировать свои мысли, и она сейчас фактически будет важным очень спикером всего этого. До этого Навальный был, я как понимаю, признан экстремистом и террористом в списке. Против ее выхода сейчас уже этого не будет. Поэтому я считаю, что везде были совершены Кремлем ошибки. Ну, Кремлем ошибки совершаются не потому, что они не знают и не понимают. Кстати, она достаточно реальная величина. Не будем обсуждать ее. Давайте в эфире ее сейчас не будем обсуждать. Дело не в ней и не в технологии, и не в конкретном фамилии диссидента, которая присутствует. Дело в неэффективности власти, это гораздо более важная ситуация. Это живет отдельной жизнью. Власть проигрывает. Не потому, что оппозиция появляется. Оппозиция, она в головах там всех людей, которые видят ложь и несправедливость. И они эту ложь и несправедливость внутри себя на кухне обсуждают. Рано или поздно это выливается. И не важно, какие там рейтинги. Не надо мне писать, что вот там рейтинг. У Чаушеска за несколько недель до расстрела был рейтинг 98%. Рейтинги никого не интересуют. Рейтинги интересуют только в демократических странах, где они свободны и говорить можно все что угодно и тебя за это в тюрьму не кидают. Поэтому все, что касается авторитарных структур, там рейтингов никаких нет. Накануне развала Советского Союза любой съезд, любое партсобрание откройте, там все было идеально. Так же, как и сегодня, все везде идеально. Вопрос неэффективности. Если бы оно было эффективно, люди, может быть, и диктатуру бы приняли. Если бы она и вопросы решала, может, они закрыли бы глаза на какую-то там свободу. Ну, многие есть те, кто они... И не обратили бы на это внимания. Если бы она была эффективной бы, если бы жизнь людей становилась бы лучше, так в этом-то и замкнутый круг проблемы. Люди бы, может быть, и приняли в большинстве своем обычное население, неполитизированное, любую там диктатуру. Да это вам там либералам что-то, демократов не устраивает, националистов. Этих. А нас все устраивает. А жизнь становилась бы лучше. Дай сказать, не перебивай меня. Давай. Они с этим делом налетели не только в области политики, как в последнее время с Пригожиным, проблема, которую они сами создали, и сами не в состоянии решить. Они перед этим то же самое сделали с Пригожиным. Это уже не имеет никакого отношения к политике, это сугубо имеет отношение к каким-то военно-финансовым делам. Они во всех своих планах, так сказать, показывают себя неэффективными. Поэтому у меня даже, как бы, предчувствие абсолютно непонятного развития ситуации, как ты говоришь, по их причине, а не по причине оппозиции. Вот. Так что это сама. Ну вот, видишь, уже тролли тут понабежали, чушь несете, методичка. Да методички у вас, ребята, все подъезжают. Нас методичек никаких нет. Мы как раз всем можем позволить самую большую ценную жизнь, в отличие от вас, говорить искренне, но ограничивая себя и где-то из опов язык, применяя, ну, с целью просто элементарной, то есть, ну, хотя бы, чтобы не провоцировать явное возбуждение дела. Понятно, что никто не застрахован все равно и так далее. Поэтому нет, в отличие от многих, мы как раз всем можем это позволить. Это большое счастье. Потому что деньги приходят и уходят. Ваш там, а у меня ни денег никаких нет, никаких политических этих, чтобы мне за это переживать. Если я 30 лет в теме, и при этом ничего не заработал, то какие у меня, нахрен, методички. И если даже у вас все это будет, то все равно наступает момент, когда заканчивается ваша жизнь, и вы уходите туда без денег, без дачи, без машины, и без вот этого вашего величия, с орденами и грамотами. И надо уходить так, чтобы быть перед собой честным и абсолютно себя спокойно на этот счет чувствовать, что ты все, что мог, сделал, по мере своих сил, совести, и своего внутреннего жизнепонимания. Это самое ценное, с чем вот хотелось бы остаться до конца. Поэтому методички читайте свои сами, нам они не нужны. Мне вот точно. Тут вот, да, много тут пишут, но в основном такие комменты все положительные идут, конечно. Но, да, там все... По русскому обычаю так должно быть. Да, ну, все списывается. У нас же, да, действительно, по-русскому, как бы даже вот кто-то к врагам, да, после того, как враг оказывался поверженным, ну, к нему уже ненависти не проявлялось никакой. То есть он свой земной путь закончил, и там уже он свои дела будет решать там. И когда вот этот яд брызгается, ну, мне как-то вот это сразу хочется, ну, выключить руки, помыть. Ну, с такими людьми мне не хочется иметь дела никакие. Вот, я понимаю, что есть там люди, когда лично там сделали что-то, прям, совсем плохое, да, и вот даже казнь там маньяка, да, не это самое, не компенсирует вот все потери там детей, еще чего-то, и люди там на этот счет это сохраняют злобу. Ну, Навальный-то как бы не имел... Ну, да, вот те люди, которые пишут, точно он там никого у них не убивал, их жизнь хуже не становилась от него абсолютно точно. Вот. Дмитрий, будет ли похорон? Ну, конечно, будут, всех людей хоронят. Конечно, будут, и все это вы узнаете, когда его семья определит, когда им отдадут тело, что и как они будут его хоронить. Это же точно не мы с вами будем решать. И нигде, и никак это будет. Может, они захотят его тело еще перевезти за границу на обследование, или еще что-то, или не решат. Это мы к этому никакого отношения не сможем иметь никак. Мы узнаем так же, как и вы об этом. И к этому выбору надо отнестись с уважением. Вот. Скажите, почему разгоняли людей? Ну, тоже, на мой взгляд, абсолютно глупость. Ну, действительно, он был ярким политиком для многих, и я тоже не понимаю действия властей, почему они разгоняли и задерживали людей, которые несли там цветы каким-то... Ну, абсолютно, вот, тоталитарная, опять же, непонятная глупость какая-то. Там, вот, уперлись там. Опять же, вот, стратегически, когда вот один человек, и ради него все делается на местах, вот, лишь бы выслужиться, лишь бы что ни случилось. А давайте мы на всякий случай там все блокируем, окружим, перекружим, и всех задержим. Ну, тоже мне непонятно зачем. Это рационально, но это не объяснить, точка, заинь, технология. То есть, в чем тут... Вот. Прикиньте, ядовитые, если есть. Да, есть, но бессмысленные, то есть, всегда считать бесполезно. Ну, пишут, ну, да, про Тесака, вот он там это, типа, карма. Да какая карма, о чем вы вообще говорите? То есть, там, я считаю, кстати, это неправильная была история тоже со стороны. Я считаю, была ошибка. Алексей, кстати, потом это сам признавал, даже был шокирован там этим приговором. Но, тем не менее, первый там приговор, вот эти несколько лет, Тесак получил, вышел, и он уже потом сел за абсолютно другое, да, и точно не Навальный виноват в том, что с ним по итогу случилось, да. Уж его-то здесь вот никак вы не обвините. Признан экстремистом террорист, да и тот, и другой там. Я уже запутался, кто там, где у нас в стране признан. Любую фамилию, называя сегодня, какого-нибудь политика, надо сразу добавлять весь этот список признаний. Ну, вот пишут про условия содержания, дескать, вот, вы говорили, что они у вас были строгие, а что вы скажете сейчас про его условия. Сейчас я скажу, что он на особый режим уехал за полярный круг, о режиме содержания, в котором я ничего не знаю. Я знаю за ИК-2 покрова условия содержания, они были ужасные. И те люди, которых там и мучили, и замучивали, кстати, я сам тело выносил одного из людей. И знаю тело еще человека, который там скончался, который его не выносил, но знаю обстоятельства его смерти. Поэтому думать, что это вот... Что-то я знаю вот за ту колонию. И не надо меня спрашивать, а вот сейчас как вы сравните, а как я могу сравнить полярную сову и вот Владимира. Я вот не знаю, то есть что там было, и что где, и как происходит. Я могу только вот за Владимирскую тюрьму, за Матросскую тишину в спецблоке, где я сидел, как и Навальный, и за Покровскую вот эту вот зону. Вот это я могу сравнивать. Наказание о лишении свободы не должно превращаться в пытку. Нигде в СИН, вот открой любые бумаги в СИНа, нету нигде абсолютно ни одного слова, что заключенного надо мучить, пытать, там, создавать ему какие-то условия, что он должен не досыпать, не доедать. наоборот. С точки зрения ПВРа, правил распорядка и содержания, там все расписано так, чтобы человек был здоров, и он должен делать зарядку, ему должна оказываться медицинская помощь, он там должен высыпать норму обязательно, он по продуктам, калорийность там рассчитана. Прогулка должна. Прогулки, ну, в лагере там вообще ты должен, если у тебя там не какие-то, не озоляция тюремная, ты там не в бурах сидишь, как вот мы в буре были, да, у нас сектор усиленного контроля. Вот, но в любом случае, там если документы почитать, так вот человека должны исправить, в изоляции от общества, перевоспитать, он должен вот, и читаешь и думаешь, ну, у нас в России такого нету нигде. Если вы думаете, у нас медицины нету в регионах, да, да и в Москве зачастую ее нету, еще вы взяли, что она в лагерях есть. В лагерях это вот минус еще, ну, не знаю, там, одна от десяти частей там остается. Что вы думаете, ее тут нету, а в лагерях она, это медицины есть. Если здесь людям есть зачастую нечего, они получают там 15 тысяч, у Владимира в покрове и в Муроме, в том же заработную плату и экономят на всем, то вы думаете, что там, зэки, что ли, хорошо будут жить за счет государства? Кстати, есть суждение, я не знаю, насколько ты его подтвердил. Навсиновскую собаку в три раза больше денег выделяют из бюджета, чтобы ты понимал, чем на зэка. Сам персонал, который работает там, он, по-моему, тоже несчастлив. Ну, конечно, я тебе скажу, что у нас ключников половина это наркоманы были, сидевшие на системе. У нас, ну, были чудики, которые, ну, вот, на полном серьезе, я не шучу, а он приходил, он говорил, а как ты сюда попал? Да я, говорит, вообще пришел на КамАЗ устраиваться водителем, и, говорит, через год понял, что КамАЗа нету, и вот ключником. Ну, вот такие вот бывают. Ключник это? Ну, ходили вот это, открывать там, решетки эти. То есть, таких и были. Вот, ну, я не знаю, как они, с теплотрассы откуда-то пришли туда. Вот они ничем не отличались от тех, с кем сидели зачастую там. Они с ними беседовали на одном языке, и бывает, на линейке все выстроятся, и он пойдет, и они там беседуют с такими же, как он, а ты там вот эту синьку с этой мешал, а вот это вставляет, и я там слушаю, и думаю, что такое, что происходит вообще, где я оказался. То есть, уровень вот абсолютно вот этих людей, которые самые вот были, у которых заднего хода нету. Знаешь, что такое заднего хода нет? Когда люди шаг назад не могут сделать. Знаешь, что такое, не слышенка? Крокодил, когда употребляешь, мужичок сгорает, и люди не могут шаг назад сделать. И у них был тест, он приходил в зону, он говорит, смоет он такое, по прямой ходит без углов, ему говорит, шаг назад, а он не может. Он, знаешь, так, в бараке ночью пойдет, и как черепашка. Свет включают, он не может перевернуться, только руками-ногами дрыгает, и козлы смеются над ним. Ну, в стены вырезается, потому что повернуть не может, ходит вот так вот. Вот таких там, когда инвалидный отряд меня перевели уже, там таких, ну, треть, четверть, может. Крокодил, говорят, вкусный, как на курятину походит. Это другой. Другой? Другой. Это лекция о вреде сильнодействующих психотропных веществ. Ни в коем случае, друзья, не поддавайтесь. Это всей пропаганде, это не вот это вот танцы-шманцы, манечка. Ешьте обычного крокодила. Хорошее настроение. Это все потом плохо заканчивается, и со своей стороны... Ужасно заканчивается. Хочу вам лучше к спорту какому-то. Приходите, находите себе какие-то цели такие, которые вас тоже будут, ну, делать вам старяску. Потому что я понимаю, что в жизни что-то нужно, если даже от алкоголя отказываться, надо замещение какое-то, чем-то его заместить, вот что-то найти, какую-то новую цель, хобби там. Но вот все, что касается вот этих препаратов любых, это путь в один конец. Это путь в ад. Вот. Причем сгорает и тело, и душа. Так что это самое. Так, много пишут. Ты так и не высказался по перспективе. Наши наградил. Станешься репашкой. Ну, не сразу, конечно. На ближайшие 6 лет. Слушай, я, наверное, еще отдельно об этом заявлю, но впервые в жизни на выборы схожу. Я не голосовал ни разу в жизни, но на этих выборах схожу, наверное. Хотя, даже если не будет ни за кого выбора, я все-таки, ну, какой-то хоть шаг и в этом плане тоже хочу сделать. Это, в общем, политическое заявление. Да. Вот. Кто-то выдвигает с президента политическое заявление у меня на канале. А кто-то говорит, я на выбор схожу. Дмитрий, спасибо за обзор. Вам спасибо. Вот. А солевые – это какие зверьки. Но наркоманов передали много, чтобы вы понимали, в зоне 80% преступлений, либо сопутствующих преступлений, либо непосредственно 228, это, ну, 80% – это… Народная статья. Я, мне, кстати, всегда в это колежит, когда меня называют народной статьей, я считаю, что наркомания – это не народная статья. Ну, по массовости, имеется в виду, что… Массовые, да. То есть, 80% – это либо прямая 228, либо кражи, грабежи, разбой, и все же связано для добычи дозы. Эти преступления часто раскрываются, потому что человеку, находящемуся в коматозе, под ломкой, который выходит, и план его не очень хитрый, чтобы молотком там ударить кого-то или просто выхватить сумку какой-то бабки, да, достать деньги на дозу, он сильно там не занят планированием и каким-то обдумыванием этого действия, поэтому они быстро попадаются, ну, как правило, потому что идут недалеко от того места, где живут, и ходят часто, потому что дозу надо постоянно. Поэтому они все туда поезжают, и, честно говоря, ну, большинство из них вызывают там омерзение, хотя понятно, что там люди разные есть, но истории разные, и нельзя, конечно, всех там под одну гребенку, но, да, статья, это есть те, кому там, ну, со слов, опять же, я же не могу знать точно, там подкинули, подсунули, хотя вот, зная наших на районе, ну, вот, вроде, чтобы они там кому-то подкинули, они там сами бы все употребили бы, чтобы просто так подкидывать кому-то, вот, ну, хотя, если не просто так... Связываю два вопроса. В ближайшие 6 лет этот вопрос имеет шансы на хоть какое-то разрешение позитивное? Нет, может в любой день все измениться, и не на 6 лет, может измениться все завтра, послезавтра. Там есть много событий, которые могут повлиять на изменения и на слом. И он, слом, произойдет внутри, то есть не потому, что вот мы там где-то, кто-то вышел, да, а именно внутри, самой неэффективной, вот этой линейной системы управления. Вот. Когда вот что-то произойдет, а вот народ, как бы, как в Ростове, ему будет глубоко на это. Никто никуда не выйдет защищать никого, так же, как и не вышли вся эта армия коммунистов защищать советский строй. Все эти пары билеты, вон, сжигали и валялись потом. Миллионов этих коммунистов. Сейчас даже это как-то не завязано на какую-то идеологию. Давай, попрощайся. Сейчас, да, у этих хоть идеология была, у этих ничего нету. Попрощайся уже, пожелай хорошего, а то опять жути нагнали всякое, опять эти зоны, тюрмы. Мы не хотели, мы постарались поговорить серьезно и, может быть, уходя в сторону, возвращались каждый раз к одной и той же теме. И никто за нас вопросы не решит. Давайте их решать и давайте двигаться и уговаривать, и разговаривать, и убеждать. Я надеюсь, что будет результат. Вы все понимаете, о чем идет речь. Надо что-то думать. Чего ты? Что ты попросил? Да. До свидания. До свидания. А, ты меня ждал? Спасибо, что нас вытерпели. Подписывайтесь на канал. Спасибо. 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 Спасибо.